всем доброе холодное понедельническое праздничное утро у нас сегодня до понедельник 31 мая последний день мая завтра будет уже 1 июня у нас очень-очень-очень холодно мы ночью даже включаем отопление настолько у нас холодно днем где-то около сейчас я скажу градусов 10 наверное чуть больше может быть примерно так 10 12 градусов а ночью и холоднее ну ничего выживем выжили этот год выживем и дальше у нас штате огромные изменения хорошие изменения у нас наконец-то отменили масочный режим но для тех кто сделал прививку мы прививку не делали и не собираемся если конечно не прижмут в каком плане могут приезжать заставить делать на работе потому что я работаю со старыми людьми и они находятся в зоне риска и нас могут заставить хотя и говорят не имеют права но могут поставить такие условия что придется делать ее но пока не собираемся муж работает как бы считается в пищевой промышленности они делают бумажные тарелки но опять же зависит от хозяина потому что с понедельника вот это не с понедельника с пятницы прошлой недели это получается два-три дня назад у нас эти маски отменили но только для тех кто сделал прививки но губернатор сказал у вас никто не будет спрашивать сделали вы прививку или нет при входе в магазин это будет на вашей личной совести но прививки маски отменили не везде например в домах престарелых в медицинских каких-то учреждениях в школах в гаи в общественном транспорте на самолетах и так далее маски все равно должны будут люди одевать но все-таки хоть какой-то прогресс а в магазин и в ресторан и ну там где будут разрешать заходить без маски люди будут заходить без маски но так как никто проверять не будет сделано у нас прививка или нет то естественно я захожу без маски и я уже проводила такой эксперимент никто ничего не сказал никто ничего не спрашивал и вчера мы даже заходили с детьми воскресенье после церкви мы решили заехать в магазинчик там кое-что подкупить нужно было и тима говорит где моя маска я говорю заходить можно без маски как так игру но вот так хотя в нашем городе я не знаю как в штате или нет но в нашем городе начиная с 16 лет детям уже делают прививки потому что нам приходило сообщение такое с эвелинной школой что мы должны были заполнить форму хотим мы сделать своему ребенку прививку или нет если хотим то эту форму нужно было заполнить чтобы в определенное время когда придут медицинские работники в школу есть сделали прививку мы не заполняли я не буду объяснять причины почему мы хоть не хотим делать это очень спорная тема я просто сказала нет и все опять же если придется например лететь в казахстан и скажет что без прививки туда не пустят но придется рисковать что делать а так нет я не верю я не доверяю я знаю что все это имеет какой-то подтекст поэтому я от гриппа не делаю прививку никогда детям не делаю прививку от гриппа и тем более от короны я делать тоже не буду ну зашли мы значит вчера в магазин и эвелина сказал я на всякий случай возьму с собой маску я говорю что ты так боишься никто тебе ничего не скажет мы зашли в магазин там купили то что нужно и затем да и ходили по магазину никто ничего не сказал хотя эвелина она же не выглядит на 14 лет она выглядит старше но внутри да она знает сколько ей лет поэтому внутри у нее немножко был страх от тима ходил по магазину все нормально никто ничего не сказал продавцы были в масках в магазине а люди в основном все были без маски там может быть один или два человека кого и увидела что были в маске а так люди без маски были без всяких этих щитков без ничего я теперь смеюсь те которые привитые будут ходить в маске и будут бояться нас не привитых так что один шаг освобождению но хорошо что губернатор сказал что у нас проверять не будут сделали мы прививку или нет это уже он сказал как бы чисто на вашей совести масочный режим может присутствовать некоторых учреждениях если хозяева этого учреждения например там магазин или ресторана менеджеры этого магазина например захотят или побоятся чтобы люди к ним заходили без маски тогда они будут делать масочный режим то есть все будет чисто индивидуально и да у нас есть такой магазин в городе где висит объявление нам неважно привитые вы или нет вы и наши сотрудники в нашем магазине будете в масс должны быть в маске ну в общем вот так вот такие новости но я рада этому безмерно что наконец-то можно вздохнуть спокойно и дышать полной грудью не сказать чтобы я прям сильно антимасочница я этого не скажу но в то же время знаю очень много людей которые предостерегались предохранялись маски обрабатывали все в обуви в этой в которые были там где-то в магазине в дом не заходили обрабатывали и тут же на крыльце месяцами не были в магазине все заказывали только через онлайн и заболели поэтому знаете если вам нужно пройти этим путем вы пройдете а если нет то бог сохранит я понимаю так поэтому я сейчас еду в магазин для своей клиентки делаю необходимые покупки и буду дышать кстати мой племянник работает в этом же магазине и я у него спросила как у вас обстановка в магазине он говорит что как только отменили масочный режим я хожу без маски хотя он прививку тоже не делал потому что говорит у нас босс такой что адекватно ко всему этому относится ну все я поехала что вот вам доказательство я хожу без магазина хожу в магазине без маски ну большинство людей в маске в магазине я без свобода ну что расскажу и покажу как я сегодня сходила в магазин хорни съездила была в двух магазинах волмарт и лидл волмарте гораздо больше людей без маски в лидл в основном все в масках и такая ситуация была я уже расплачивалась на кассе в лидл нет к самообслуживания только через кассира и кассир ко мне так наклоняется я к не попадаю почти каждый понедельник на ко мне наклоняется и говорит если вы не привитая я бы советовала вам поберечься потому что люди еще заболевают вирус еще никуда не ушел будьте осторожны я говорю спасибо и она мне такая говорит потому что я и мой муж мы очень тяжело переболели и как люди говорят что да это обычный грипп это горит необычный грипп мы очень тяжело переболели дети говорить не заболели а мы с мужем переболели женщина очень такая черненькая приятная так сердечно все это мне рассказала но я не стала ей ничего говорить люди стояли впереди меня сзади люди стояли я не люблю задерживать очередь разговорами не люблю когда другие задерживают очередь разговорами поэтому я говорить ничего не стало но можно было бы сказать вот и вся твоя маска что же ты была в маске у них еще такой щиток перед кассой находится который защищает и и заразилась чушь такое-то ну женщина хорошая не стала ей портить настроение с утра и так что я купила дела вот такую воду моим детям очень нравится это вода с различными вкусами например как черная малина апельсин манго вишня лайм и киви клубника здесь нет никаких красителей нет фруктозного сиропа конечно есть не все не до конца это как сказать не на сто процентов полезная конечно это это вода но все-таки вот то что мы остерегаемся больше всего фруктоза и этот подсластители всякие или ароматизаторы здесь этого нет но евелина у нас в этом разбирается в всех этих вещах она говорит что это не вредная вода неплохая красители какие здесь конечно это ведь она же не чисто белая из фруктов и из овощей взяты красители поэтому беру как видите я первый раз это взяла обычно по одной бутылочке брали но по одной бутылочке получается дороже если брать одну бутылочку получается доллар а здесь я взяла раз два три 4 12 бутылочек меньше чем за 10 долларов 9 чем-то долларов поэтому получается намного выгоднее в лидл я взяла вот такие штаны очень хорошие штаны они такие тоненькие они такие удобные я не знаю какой там материал сто проценты линзинг что ли какой-то я не знаю что это за материал но они очень мягкие тонкие комфортные участки них нахожусь очень-очень удобные тимми взяла его любимый сериал сухие хлопья с молоком сейчас немножечко отходит от яиц опять переходит на хлопья бывает два раза в день утром например яйца а вечером перед сном он любит хлопья взяла сыр пармежан потому что мне иногда нужен для каких-то рецептов в термомиксе а у меня его нет поэтому наконец-то взяла вспомнила взяла три упаковки вот таких больших бульона здесь 1 литр 360 миллилитров взяла таких 3 очень мне понравилось спасибо марина что ты надоумила меня на это суп варить особенно если например суп на тушенке она здесь тушенка такая она слабенькая обезжиренная то на этом бульоне стук получается просто прекрасно как будто бы как сваренный на хорошем бульоне и как всегда шибур со своими пакетами я прошу прощения дома мне показывать все это никогда тем более что сегодня я после работы еду в парк у нас сегодня церковный пикник моя семья поедет без меня взяла диме трое джинс уже не хватает ему на работу в основном беру джинсы на работу но и дома он тоже в джинсы ходит вообще не знаю как я не люблю ужасно джинсы цены на джинсы я вам могу сказать например вот эти джинсы стоит наверное не скажу вообще была цена они толстые вниз они немножечко зауженные чек я вам скажу хотя бы примерную цену на джинсы вы знали в какую цену у нас они где 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 а 1496 все три пары джинс 1496 я взяла три штуки разных цветов чтобы ему были разных оттенков вот такие светленькие и вот такие такого цвета и взяла ему шорты еще потому что начинается 998 начинается скоро купальный сезон у него шорты уже тоже пора выбрасывать обновить надо его гардероб напугалась на джинс на шортах размер написан 32 34 и дмол 34 это длина это не надо будет до самых колен заворачивать все так что еще это же еще вот такие печенье взяла очень хорошие и вкусные печенья со вкусом апельсина и появилась у них какая-то новинка лимон и мак попробуем не было до этого взяла миндаль резаны уже вчера делала печенье замешивается в термомиксе очень понравилось и там использовался миндаль и я его весь израсходовала взяла также вот такие сырные палочки люблю когда за мной кто-то наблюдает сырные палочки тима очень у нас такие любит и взяла вот такой сыр мантера и джак называется джак это для того чтобы тоже сделать один рецепт термомиксе кора делала карамель термомиксе как и знаете как и риски по вкусу получились вот прям сильно очень похожи на и риски и там нужен был сахар темный коричневый сахар у меня был светлый коричневый сахар я сделала с ним вроде бы получилось тоже я этот рецепт не снимала я хотела сначала попробовать как у меня получится очень понравились эти конфетки вот точно как и риски батарейки взяла как я уже сказала темный коричневый сахар свой любимый перчик халатинья уже тот скушала который брала и две бутылки яблочного сока ну да две бутылки вот это была покупка но это не вся покупка мне еще очень много нужно из того что хранится в холодильнике но так как есть домой не скоро попаду сегодня вообще очень поздно домой попаду так как после работы еще поеду в парк на пикник поэтому ничего не могу взять из того что может растаять хоть на улице и прохладно но все равно не будет же молоко или сметану то что мне нужно хранить в холодильнике поэтому будет вторая закупка еще завтра но не думаю что я завтра смогу снимать потому что потом приезжаешь домой после магазина нужно все это разгрузить быстренько я обычно после работы на вторую закупку я должен после работы чтобы не сразу же все вести домой то приезжаешь домой начинаешь все это убирать в холодильник в морозилку надо кушать готовить дети уже голодные со школы пришли поэтому заморозку как я ее называют то что с морозильника я обычно не снимаю но посмотрю может быть сниму вот так быстро я переметнулась одного места на другое я уже нахожусь в парке вместе с нашей церковью с детьми сейчас еще раз покажу с кем да вот с кем со своей семьей евелина где-то там с подружками общается а мы решили пойти погулять потому что было очень много еды было все очень вкусно нужно сейчас немножечко походить эти места вы уже знаете это парк в парке кладбище сегодня memorial day это воспоминание тех кто погибли в какой-либо войне или уже умерли после войны потому что в возрасте были это вот этот парк как раз и здесь же есть места для отдыха игровые площадки гуси гуляют сегодня вообще так потеплело я вам утром говорила что очень очень холодно а теперь вообще потеплело так хорошо такая хорошая погода после двух дней дождя наконец-то установилась хорошая погода прям как как по заказу как для нас вот это кладбище здесь захоронены люди наставлены как их звать-то флаги это как раз в честь этих ветеранов кто сражался за америку какой-либо войне мы здесь были прошлый год но здесь прошлый год все эти были закрыты и игровые площадки там смотрят новая могила вся в цветах я такого еще не видела ну-ка мы сейчас подойдем посмотрим если по нашему кладбищу как-то немножко жутковато гулять то здесь как-то спокойно одно мне только не нравится что ты идешь и ты знаешь что под тобой чьи-то кости вот это мне не нравится свежая похоже могила совсем еще когда 3 27 в марте когда там 1 1 44 года рождения 3 27 21 года умерла совсем еще свеженькая могилка а вот какое дерево красивое такие необычные у него цветочки близко когда-то как это не так смотрится а вот далека белое зеленое очень очень красиво смотрите как снизу зеленая в основном а если смотреть сверху вот это бы его с дрона посмотреть вообще красота очень красивая дерево и небо сегодня красивая тема как всегда с какой-то палкой ходит середина подарок люди грунт надо подарить а точно хорошая идея мне пригодится в моем ютубовском бизнесе а я хотел купить только не знаю зачем вот какие интересные венки сделают на одном написано дад отец на другом написано мам муж женой похоронены отец умер в девяносто третьем году воевал во второй мировой войне а мама умерла в 2017 году 24 года еще без него прожила вау я бы не хотела так долго жить без своего мужа а ты муж хотел бы без меня жить помирать так вместе да мы всегда были на этом месте всегда там парковались и приезжали всегда на это место в этом году немножечко поближе были к въезду в парк и думаете места вам тоже уже знакомы интересно что здесь вообще людей никого нету там только двое людей он тимон наблюдает на своем посту тима я тебя вижу подойдем к часовому главное чтобы не стрелял тима дюна счет дюнат счет но красиво раз году приезжаем такие места да там человек стоит на кладбище максимально как я вам могу приблизить он стоит в как сказать респираторная маска уже полчаса такие полчаса мы уже сколько тут ходим он все в этой маске стоит с фильтрами с двух сторон чудо называется а это называется чудо в перьях то чудо в маске это чудо в перьях потому что нашел гусиное перо и грудь и индейц на тима